На Украине Европа уже потерпела поражение. Страна захлебывается в кровавой гражданской войне. И как же хорошо звучали эти красивые обещания, которые вы делали Украине еще несколько месяцев назад. Вроде как немецкое правительство хотело поддерживать те силы, которые были за демократию, свободу и за Европу, и те, которые против олигархов, бедности и коррупции. Сегодня вы поддерживаете правительство, в котором четыре министра принадлежат националистической партии, которая открыто выступает против евреев и русских. Правительство, которое этот конфликт по-настоящему разожгло и сегодня ведет жестокую войну против своего же народа. Вы поддерживаете президента, который свою предвыборную кампанию провел за свои же наворованные миллиарды и при помощи своего телевидения. Олигарх, который ничем не отличается от Януковича с его коррупцией, гангстерскими методами и сомнительными делами. И, кстати, он же был и его министром. И чтобы за это вам не было стыдно, вы обманываете общественность о том, что действительно происходит на Украине. Вы скрываете, что богатые украинские олигархи, так же, как и военный главарь талибов в Афганистане, финансируя свои частные армии. Скрываете, что они без стыда грабят страну, в то время как большая часть населения живет в угнетающей нищете. Нищета, которая только из-за предписанных Европой и МВФ сокращений будет дальше увеличиваться. Вы скрываете, что вооруженные группы бойцов правого сектора, как и прежде, находятся на Майдане. То, что представители партии левых во многих частях Украины не могут безопасности за свою жизнь и здоровье выходить на улицу. И то, что правительство, вместо того, чтобы разоружить этих мародеров нацистских группировок, запретили коммунистическую партию. Убийство более 40 мирных жителей в Доме профсоюзов в Одессе, которыми этими правыми подожжен и в котором заживо сгорели люди. Это, к сожалению, не русская пропаганда, а страшная реальность. Реальность, которая с нарисованной вами картиной, открытой, открытой всему миру, проевропейской Украины, ничего общего не имеет. Не безответственно ли это? Правительство, которое так открыто элементарные принципы демократии нарушает. Да еще при поддержке миллиардов от Европы. Не было бы лучше поспособствовать тому, чтобы наворованные миллиарды олигархов наконец-то вернулись жителям Украины. Этих денег достаточно, чтобы решить финансовые проблемы Украины. Покончить с олигархами и коррупцией. Демократия и улучшенное социальное обеспечение. Это были изначальные требования Майдана. Их нынешняя власть в Киеве полностью их предала. И вы тоже предали их, госпожа Меркель, тем, что вы поддерживаете эту власть. Тот принцип, который действует в Евросоюзе, этот принцип должен действовать и на Украине. Только если люди имеют перспективу социальной жизни, то и перспектива будет у этой страны. И первое условие для этого – это окончание гражданской войны. Если я вижу, что новый президент даже не пытается остановить эскалацию конфликта, он не хочет говорить, он не хочет переговоров. Он хочет безжалостно применять военную силу, хотя весь опыт показывает, что в гражданской войне нет быстрых побед, а только бесконечное кровопролитие. И поэтому, госпожа Меркель и господин Штайнмайер, если после этих всех провалов вашей демократии на Украине вы хотите вернуться к ответственной внешней политике, то надавите на Порошенко, чтобы он остановил войну против своего народа и открыл путь переговорам и перемирию. И потом вы можете это уверенно и Путину сказать и оказать на него давление. Субтитры создавал DimaTorzok